приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня Лариса купила вот таких вот садочков прекрасных ну какая зверька почистила их и мы решили мы решили приготовить их методом горячего копчения дорогие друзья я просто рыбу не люблю Лариса любит рыбу ну и собственно говоря коптим рыбу конечно для Ларисы но и делимся с вами с удовольствием собственно говоря коптить будем в нашей коптильне как я уже сказал методом горячего копчения и в первую очередь наших садочков надо засолить мы приготовили рассольчик кипяченая вода на литр воды 30 грамм соли 10 грамм сахара чайная ложка перца горошка черного и пару штук лавровых листов в теплой воде растворили соль как бы все все растворили собственно говоря в теплой воде забросили рассол охладили и теперь зальем нашу рыбку чтобы она у нас засолилась хорошо и было как пусинка пахнет ставим рыбку на два дня в холодильник в рассоле каждый день ее можно там перевернуть вот у нас спинки здесь не покрыли рассолом не покрыты рассолом то есть каждый день будем переворачивать чтобы она равномерно просолилась а через два дня друзья поделимся с вами ну покажем вам как и его вкусно закоптить естественно покажем готовый конечный результат увидимся чашка друзья засолилась вот наш красивый судачок теперь надо его хорошенько обсушить достать из рассола естественно хорошенько обсушить и обвязать для того чтобы поместить коптильню сейчас покажем как это сделать в коптильне нам надо подвесить нашу рыбку хвостиком вверх поэтому начинаем обвязывать ее с той части где у рыбки раньше была голова таким вот образом делаем петельку и затягиваем делаем петельку и затягиваем последнюю петельку завяжем на двойной узел здесь нам надо сформировать петлю для того чтобы наша рыбка висела 1 и 2 и теперь формируем петлю какой нам надо длины 1 и 2 и теперь наша рыбка вот так вот будет висеть и красиво коптится видно там ларис камере все хорошо хвостика не видно ну вот хвостик дорогие друзья точно так же поступаем со второй рыбкой и готовим коптильным друзья мы разогрели коптильню до 75 градусов и помещаем туда нашего судачка где-то ориентировочно на час двадцать час 30 будем смотреть по готовности мы точно скажем фактическое время когда судак наш достигнет готовности но сейчас мы рассчитываем на то что при температуре 75 градусов мы его коптим полтора часа наша рыбка друзья коптилась два часа мы ее проверяли полтора часа было маловато через два часа она готова при температуре 75 градусов имеет золотистую корочку выглядит очень красиво достаем ее даем ей ночь отдохнуть проветриться а завтра будем дегустировать ну-ка давай покажем какая она такая вот красота хорошо закоптилась но надеюсь что получилось очень вкусная завтра попробуем друзья полюбуйтесь какая красота какой красивый судачок у нас получился вообще считаю очень классно забыл рассказать один секретик но вернее как не забыла придержал его к концу видео чтобы досмотрели видео перед тем как коптить мы так очень тоненьким слоем ну просто вот буквально обмазали рыбку растительным маслом и получили такой очень классный результат очень ровно лег дым совершенно равномерно он прокопченный а сейчас друзья разрежем и будем пробовать будет пробовать лариса вместе с лизой потому что у меня аллергия на рыбу я вот ее к сожалению не ем я разрежу друзья срежем срежем нашу обвязочку пахнет потрясающе пахнет потрясающе но блин запах копченой рыбы очень люблю вкус как же не давить если там хребет надо разрезать так ну собственно говоря давайте начнем с разреза вообще она сейчас будет резкость просто должна таять во рту такой вот разрез нашей рыбки ну и собственно говоря сейчас попросим ларису чтобы она продегустировала рассказала нам что лиза и лариса пробуйте рыбку лиза ждет но лиза главный дегустатор ей надо дать в первую очередь потрясающий запах ларис попробуй расскажи вот насколько она вкусная но вкусная невкусная нежная нежная не нежная с костлявый судак все таки раз это реберные косточки попались в этом участочке я вообще судак он самый классный его больше всего люблю потому что в нем меньше всего лиза тоже очень любит что друзья рыбка получилось очень вкусно дым не перебивает вкус косточек мало она очень мягкая то же время она держит свою структуру не рассыпается полностью то есть это из-за того что не очень аккуратно порезана она таким образом или переварили вы ее не передержали нет нет если бы переварили передержали как ты говоришь она по полностью бы рассыпалась на разрезе видно что структура цельная я просто не знал как хребе отрезать и еще такой момент она с таким количеством соли получилось немножко мало соль на если кто-то больше любит соли можно в рассол немножко больше соли добавить а так в принципе рыбка очень вкусно мне она очень нравится лизе тоже ну вот друзья судачок горячего копчения у нас получился очень классный я вижу что он классным как бы еще раз повторю что не могу его попробовать из-за аллергии такие особенности организма поэтому пробуйте если у вас будут какие-то вопросы задавайте их комментариях мы с ларисой отвечаем на все комментарии подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые интересные рецепты ставьте лайки или дизлайки если кому-то не понравилось ну и собственно говоря друзья будем заканчивать видео про наш судачок всего доброго пока